Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели, мы по-прежнему в этой студии с Вадимом Родионовым, Натальей Михайловой и Евгением Копейным, это наш звукорежиссер, он там за пультом, нам включает микрофоны. Ну и в гостях у нас сегодня собственный корреспондент телеканала «Россия» в странах Балтии Екатерина Зорина. Здравствуйте! Здравствуйте! Да, вы знаете все Катю, те, кто смотрит телевизор, таковых большинство, очень часто сюжеты видите по телевизору, и нам очень удивительно, что мы, в общем, тебя как-то поймали в Риге, потому что такое ощущение, что ты все время где-то. Я так хотела к вам сама прийти, мне кажется, чуть ли не напрашивалась. Нет, мы тоже, мы давно просто хотели встретиться, но ты все время в командировках. Это такое впечатление от Фейсбука или это на самом деле? Такое впечатление от работы. От работы. Ну, а тебе действительно много приходится ездить, да? Действительно, да, я вам уже, точнее не за кадром, за пультом, за эфиром рассказывала о том, что я на Новый год загадала себе желание побольше в этом году путешествовать. И в первую командировку, мне кажется, мы уехали 6 января, и все, с тех пор как-то все безостановочно происходит. А сейчас я только что из отпуска вернулась, и я еще делаю вид, что я там. А если обобщить, вот где ты побывала в этом году? А я пыталась как-то составить списочек. Там точки на глобусе, да? Три раза в январе в Польше там и так далее, но такие самые удивительные, наверное, точки, это был, наверное, Гибралтар. Безумно красивое место. Я там был раз 8, наверное. То есть у меня не самая крутая работа. Что тут делаю среди вас? Ладно. И, как ни удивительно, Кипр, где мы провели три недели, это как раз было в марте. И тоже так забавно, был 16 марта, соответственно, Марш легионеров. И я думаю, как так холодно на улице, думаю, куда бы потеплее. И мне звонят буквально этим же вечером, говорят, нужно на Кипр слетать. Это когда как раз он переживал самую острую фазу кризиса. Да, именно, именно. Мы туда, мне кажется, первыми прилетели, причем какой-то был безумный длинный рейс через Москву с ожиданием. И ехали на два дня и оказались в итоге там на три недели. Но ты обычно прилетаешь в место, где что-то происходит. Так получается. Либо мы предполагаем, что там произойдет. Ну, Кать, ну это же все-таки, ну, командировки, это же не путешествия. В них вообще удается разве отдыхать? Это же другой формат. Вы знаете, я сейчас надеюсь, что меня начальство не слышит, но мы иногда шутим про себя, что наша работа – это лучшее турбюро. Не удается, но с другой стороны, знаете, как иногда приезжаешь в какое-то место, и такой, надо все галочки расставить, сходить там в музей, сходить еще куда-то. И ты такой себя из кровати выпихиваешь с утра. А не хочется же, хочется себя нормальным туристом почувствовать. С другой стороны, вот когда приезжаешь в какую-то точку, и тебе нужно там делать вещи, характерные для человека, который там живет. Иногда ты гораздо больше выносишь из этого путешествия. Понятно, у тебя не получается вот этих таких валяний в кровати бесконечных или походов по ресторанам, но совершенно другое какое-то восприятие. Мы когда приехали на Гибралтар, мы потом, когда уезжали уже оттуда, смеялись, что это было идеальное путешествие, потому что нам нужно было снять обезьянок, которые на горе живут, сплавать на лодочке, чтобы там был конфликт между гибралтарскими и испанскими моряками. То есть такое все, что может охватить, что может включить в себя идеальное путешествие. Как с обезьянками, кстати, отношения сложились, учитывая, что они могут и на голову прыгнуть, тем более блондинками. Обезьянки были прекрасны на самом деле, потому что мы когда туда ехали, в гору идет фуникулер, и я вот ехала и думаю, господи, ну пусть мне попадется хотя бы одна обезьяночка, я же вот ее за руку схвачу и буду с ней фотографироваться. Когда мы еще только подъезжали, первая же обезьяна, не глядя, прыгнула прямо в окно этого фуникулера, и дальше их там, знаете, как в анекдоте, да их тут тысячи, тысячи, то есть там от них не уйти. Там запрещено этих обезьян кормить, потому что они спускаются в город и шорох там наводят. То есть это такие милейшие создания. Мне кажется, у меня был такой детский восторг, который я не переживала очень давно. Ну подожди, милейшие создания. Я вот сам наблюдал картину, когда они напали на мужчину, ну как напали, у него был рюкзак, и стали вытаскивать из этого рюкзака вещи, раскидывая его. Ну вот тебя, как все-таки с ними, так все мирно сложилось, да? Потому что, а моему другу они прыгнули на голову и сидели. Ну реально, и он говорит, снимите меня, снимите с меня этого обезьяна. Но все стали снимать на мобильные телефоны, там на прочь вещь. Это уже запахнейшая с ними история, когда приезжаешь, вот Вадим видел, там в холле, на первой же станции, куда приходит фуникулер, там расклеены фотографии этих обезьян самых опасных, то есть там глава племени, от которых стоит остерегаться. Их разыскивает гиправитарская полиция. Да, примерно. И на первой же фотографии написано, как они действуют, то есть что аккуратней с сумками, потому что пока одна тебя отвлекает, другая из этой сумки что-то вытаскивает. И вот мы наблюдали похожую картину. Сначала мне показалось, что такие вот, какие же они клевые, сидит мать с ребенком, буквально с младенцем, и ты в нее пальцем тычешь, тычешь, она никак не реагирует. А потом действительно шел мужчина, и они втроем его окружили, и это было настолько смешно, пока он в одну сторону отворачивался, они ему прыгали на голову, вот как Вадим разговаривает. Невозможно действительно помочь, потому что так смешно, что просто вот дойти к этому человеку не можешь. То есть парализующий смех, давай, Павел. Я напомню, что у нас работают телефоны прямого эфира. Пожалуйста, звоните нам 672-12-939, 672-13-939. В гостях у нас сегодня собственный корреспондент телеканала «Россия в странах Балтии» Екатерина Зорина. Катя, ну если в странах Балтии, что ты там делаешь тогда на Гибралтаре, на Кипре и так далее? В Польше. А так получилось, потому что если раньше, мы позиционировали себя как бюро странах Балтии, действительно охватывали только страны Балтии и Скандинавию, то сейчас у нас несколько поменялась позиция на канале. И получается, что международная редакция действует так. Где что-то происходит, кто быстрее успевает доехать, тот, собственно, кто первый встал, того и тапки. То есть получается и статус собственного корреспондента ты поменял на статус специального корреспондента, если говорить таким научным, профессиональным языком. Ну иногда получается и так. Ну у тебя так тапки довольно часто оказываются. А как-то уже привычные, без них скучно. А скажи, пожалуйста, как ты вообще попала на телеканал «Россия» в собственные корреспонденты? Я же мечтала стать брокером, продавать ценные бумаги в интернете, училась на экономическом факультете, но я всегда была болтушкой. Из этого достаточно, в принципе, да? Вот ходят всякие мифы и легенды, не древней Греции, о том, что как попадают на телевидение. Это не так. Мой одноклассник, папа моего одноклассника работал на телеканале «Россия» довольно давно. И мне просто предложили попробовать. Это было давно? Это было давно. Это было, наверное, лет 11-12 назад. И я прямо… А с чего ты пробовала? Ну что именно ты попробовала? Написать что-то или присылать что-то? Сначала я просто ныла. Я ныла, возьмите меня на съемки. Я буду работать за тарелку супа. Мне так интересно. Ну то есть мне кажется, я не мытьем, так катанием. Я их извела просто. Я посылала тонны тем, предлагала их. И я помню, наш тогдашний начальник в Москве сказал, Катя, вот всем ты хороша, но у нас никогда не будет корпункта в Риге. Думаю, ну посмотрим. Это был какой год вот так, если вспомнить? Я думаю, что где-то лет 10 назад. А, и таких планов не было, да, про корпункт? Не было, не было. А почему интересно? Потому что казалось, что это маленькая страна, где ничего не происходит. И зачем здесь держать корреспондента? Отдельно, да, специально. Но сейчас Рига, в принципе, здесь концентрированы ведущие журналисты российских ведущих СМИ, как раз там все корпункты крупнейших информационных агентств, телеканалов и так далее. Ну а что отрицать? Потому что Рига очень удобно расположена, действительно. Если что касается стран Балтии, то ты за одинаковое время доезжаешь до Таллина, до Вильнюса, много рейсов. То есть это просто удобно. Первый репортаж свой вспомнишь? Да, это было про вступление Латвии в НАТО. То есть это 2004 год, получается? Получается, да. То есть 9 лет ты в профессии, получается? Это было за год до этого, когда Латвия, когда было принято решение о вступлении Латвии в НАТО. И как это было? Ой, это было ужасно. Хотя я сейчас иногда... Ну, наверное, не так ужасно, раз взяли репортаж. Я пыталась недавно... Пять человек мне помогали писать текст. Потом мне сказали, Катя, нужно записать стендап. А была такая темень на улице. Стендап, для тех, кто не знает, это когда журналист в камеру говорит корреспонденту. Я помню, я стояла около какой-то витрины, потому что от нее свет шел. И мы пытались, значит, это все записать. И продолжалось это примерно час. Я вот так скажу, что в среднем на стендап уходит примерно минут пять-десять. И вот эти мои мучения, они в итоге вышли сразу как-то в вечернем выпуске. У нас тогда еще гениальный был шеф-редактор. И как-то это все так хорошо поправилось. И хорошо сложились. И вот я вся в белом. И каково это было увидеть тебя первый раз в телевизоре? У тебя было какое-то особое ощущение? Это как первая статья в газете? Не просто в телевизоре, а на телеканале России. Мне кажется, я тогда еще не понимала. У меня просто не было никаких других телевидений. То есть я знаю, что очень многие журналисты, они начинают сначала в какой-то подростковой газете школьной, и потом еще куда-то. То есть это такой долгий путь. А у меня этот путь как-то вылился в такое жуткое стремление. И вот я тут. Тогда было, конечно, очень страшно. Екатерина Зорина, собственный корреспондент телеканала «Россия в странах Балтии». Ну, как выяснилось, не только. У нас сегодня в студии. Пожалуйста, звоните нам 672-12-939, 672-13-939. Или можно еще нам писать, кстати, на портале MixNewsLV. Тут идет прямая видеотрансляция. Вот. Вас видно, Катя. Тебя видно, да. Я пришла. Мы тут то на ты, то на вы так как-то перескакиваем. Ну, что касается, может быть, экстремальных сюжетов, учитывая твой опыт работы и большое количество командировок, приходилось попадать в какие-то трудные ситуации во время репортажей? Я знаю, что ты в Словакии там чуть ли не на газовой трубе две недели сидела. Ну, как... Да, это была вся экстремальность той ситуации. Это как раз была история, когда Украина с Россией не могли газ поделить и перекрывали, собственно, газ. И так как он идет в Европу через Словакию, уехали до самого конца декабря, тоже на денечек, по-моему, и просидели там три недели. И вся экстремальная ситуация заключалась в том, что там не было ни одной приличной гостиницы, ни одного приличного ресторана. И этот турбан находился, наверное, в двух... Наверное, в часе езды от ближайшего города. И это был каждодневный подъем в 4 утра. И там в 5 нужно было, потому что газовщики, они очень рано начинают работать. То есть вы дежурили, грубо говоря, около вентиля, правильно? Да, причем я их очень смешила своими... А зачем дежурили, чтобы там кто-то не был? Мы постоянно мерили давление. Потому что нужно было понять, идет газ в Европу или не идет. И в конце концов, мне кажется, я уже могла экзамен сдавать на какую-то похожую тему, потому что... Но сначала я их пугала. Приехала такая блондинка на станцию, где очень много суровых мужчин. И они меня до сих пор иногда вспоминают, потому что мы до сих пор дружим с этими ребятами. Они говорят, приехала Катя и попросила показать им самую красивую трубу. Вот кто определяет, допустим, ну, ты уезжаешь в командировку на день, а остаешься там на три недели. Вот как это выясняется вдруг? А в процессе, потому что часто же события начинают развиваться каким-то образом, и мы не можем оттуда уехать, потому что просто там начинаются либо какие-то акции протеста, либо заседания парламентов, либо какие-то вещи, которые... Ну, то есть твои планы, в общем-то, которые ты строила дома, они могут лететь в сектор-тораре? А я их уже не строю. Вообще никогда, да, получается? То есть ты ничего не планируешь? В любой момент могут позвонить, и ты улетишь? Да. Как вот насколько... Ну, может быть, такой самый яркий пример, сколько проходит от мобильного звонка до того момента, как ты уже, как поет елка в песне в Борисполе, и жду самолета, и думать о пилоте? Вот это была, например, с Кипром такая история, что в 11 вечера мне позвонили и сказали, что в 4 утра у тебя самолет. Я помню, что я так, когда я прилетела, я открыла чемодан и думала, м-м-м, чего-то я туда понапихала. То есть у меня было, знаете, как-то две майки, одни трусы. Есть звонок у нас, кстати. Пожалуйста, надевайте наушники. Доброе утро. Здравствуйте. Очень приятно вашу гостю услышать. Хотелось бы узнать, в каких странах, где она делала репортажи, больше всего ощущала политическое давление, ну, в смысле цензуры. Были какие-то страны, где вот цензура была со стороны... Я сейчас задумалась. ...того какого-то правительства или еще, может быть, чего-то? Ну, наверное, это Эстония, если говорить о каком-то политическом, политической неприязни. Что прям со стороны вот именно Эстонии, да, было давление? Ну, со стороны властей, потому что им не мила иногда моя позиция. Ну, ты же даже была включена в какой-то черный список местной службы безопасности Екатерина Зорина, чуть ли не враг государства номер один или номер два. Вот что-то такое было. Ну, мне кажется, они иногда переусердствуют, потому что вот в прошлый раз, когда они включили меня в этот список, речь шла о том, что мы сделали всего один сюжет, где говорили о том, что из Эстонии уезжает огромное количество народа. И так как у них и так миллион триста был задекларирован, была угроза того, что народу останется меньше миллиона. В общем, мне понравилось. Ну, я напомню еще одну твою цитату, которая была опубликована, о том, что Путин не приказывает тебе, как должны хрюкать кабаны в Балтии. Вот это к вопросу о цензуре. Но все-таки приходится сталкиваться с каким-то давлением, может быть, со стороны Москвы? Со стороны Москвы на кого? Ну, на тебя, вот как на журналиста. Да нет. Ну, мне кажется, мы это из пустого в порожнее. Опять-таки, ну, это же можно отследить сюжеты, которые мы делали за последнее время. Например, Максима. Ну, какое давление? Ну, в Максиме там меньше политики, но, может быть, есть какие-то там, скажем, форматы определенные, которые, ну, там, интересуют, скажем, федеральные каналы, но они не вписываются в те форматы, которые, допустим, здесь вот имеют представление. Сейчас подумаю, что же мы делали такого из последних. Ну, вот была эта история с памятником, с переносом памятника освободителям. Ну, мне кажется, мы были максимально корректны. Мы, кстати, тогда в тот момент пытались записать пабриксы, которые вы сегодня упомянули уже не раз. Это после того, как он назвал его совководителем. Кстати, он прибалел, так что здоровье ему. И мы же официально послали письмо, запрос, и нам ответили нет, что мы не будем комментировать эту тему. То есть, ну, выше крыши не прыгнешь, но в любом случае иногда... То есть, отказались именно в интервью российскому телеканалу комментировать? Я думаю, что всем они отказывали, но в то же время, мне кажется, если человек хочет выразить свою позицию, почему бы этого не сделать? Ты имеешь в виду про совковятник вот этого вот рассказывания? А как ты работала на Максимис? Как вот российское телевидение, и ты лично освещала эту трагедию? Можно и наушники? Конечно. Ты свечешь, что хочешь. Это было, во-первых, очень грустно. Наверное, было впервые, когда я писала текст и плакала, потому что, мне кажется, что я настолько хорошо уже научилась сдерживать эмоции и плакать хотя бы после того, как я закончила работу, но для меня это было трагично. То есть, это была моя личная трагедия, как и для многих, мне кажется, журналистов там, и это чувствовалось. И мне было очень приятно, и какую-то я даже гордость испытывала за нашу телекомпанию, потому что, когда эти эфиры попадали, когда эти сюжеты попадали в эфир, чувствовалось, что в подводке ведущих, когда они представляли, один из наших ведущих, Сергей Брюлев, он сказал, что все мы сегодня немножко рижане. Да, я видел этот выпуск. То есть, это было... Это ведь абсолютно ненаигранное сочувствие. И мне кажется, что это именно так мы должны были это показать, именно так рассказать. Ну, опять-таки, очень часто, когда ты приезжаешь в подобную ситуацию, это не твой родной город, ты просто перечисляешь какое-то количество жертв, количество пострадавших. Это все печально, но не... Ты не воспринимаешь это так лично. Но ты учишься абстрагироваться от этого. Сейчас мне было это трудно сделать. Но, тем не менее, я обратил внимание, что ты многие вещи воспринимаешь лично, и мы с тобой уже как-то однажды говорили, это про трагедию Брейвика, которую ты тоже воспринимала как... Ну, если не личную трагедию, но, тем не менее, очень лично. Ты сама об этом говорила. Да, но такая я нюнечка. Я не... Знаете, как говорят, что журналист должен быть беспристрастен. Покажите мне хотя бы одного беспристрастного журналиста. Я не верю в это. Я не видела лично в своей жизни тоже журналистов. Мне кажется, это можно скрывать, но тогда это лукавство. Я честно признаюсь, что да, я переживаю каждый сюжет. Если самыми главными своими сюжетами в жизни, я считаю, те, где я смогла кому-то помочь. Будь то какие-то молодые родители, пенсионеры, ветераны, либо больные дети. Любая ситуация, где я могу помочь, я сделаю все возможное, чтобы этот сюжет вышел в эфир. Потому что иногда волшебная сила телевидения, она все-таки играет свою роль. Мы сейчас на несколько минут буквально прервемся. Екатерина Зорина, собственный корреспондент телеканала «Россия» у нас в студии сегодня. Не переключайтесь, сейчас новости. Екатерина Зорина, наша коллега в «Личном утре», собственный корреспондент телеканала «Россия». Столько интересного в перерыве, мы тут уже обсудили. Даже жалко, что никто не слышал. Слушаем вас, пожалуйста. Звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Катя, пожалуйста, вот не секрет, что когда человек видит картинку катастрофы на экране телевизора, он абстрагирован в какой-то степени от этой катастрофы и от того, что он видит. Это не рядом, это не с ним. А вот что происходит с человеком, когда он видит за окном своей квартиры или своего дома вот эту катастрофу, да, и продолжает или, вот как это было, тренироваться в тренажерном зале или праздновать что-то, устраивая фейерверк. Вот что, на ваш взгляд, журналисты, потому что журналист в какой-то степени психолог, наверное, в большей степени психолог. Вот что происходит в этот момент с человеком? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Я, кстати, сама на эту тему думала. Мне кажется, что в первый момент, ведь очень многие обсуждали, кто чем занимался после того, как узнал, что с Максимом. Я сама в этот момент была в ресторане, когда... И мне так не хотелось туда ехать, когда мне сказали о том, что что-то случилось, и ты пытаешься от себя эту мысль прогнать, что что-то серьезное произошло, что это же не с нами, но ведь это такой маленький город, не могло что-то случиться серьезное. И тебе кажется, что вот один человек погиб, и на этом все успокоилось. Да, это ужасно, но это все. И мне кажется, очень многие пытались избежать осознания вот этого масштаба трагедии, потому что, мне кажется, психологи были правы, когда говорят, что пострадали же не только те люди, которые реально физически там пострадали. Я сама гораздо больше в тот момент, да и сейчас переживаю за своих близких и родственников, и вот эта вот тревога, она абсолютно реальна, и мне кажется, люди просто пытались как-то это отодвинуть. С другой стороны, я не могу понять тех людей, которые уже осознав, что произошло, дальше продолжали какой-то ерундой заниматься. Ну, и не мне их судить, но это тяжело, это странно. Катя, ты вообще можешь телефон выключить? Хоть раз когда-нибудь? Или он может у тебя сесть, разрядиться? Разрядиться нет. Ты можешь его забыть дома, да. Забыть дома тоже не могу. Выключить. У меня все смеются, что у меня зависимость. У тебя выключен сейчас телефон, кстати? Звук выключен, а у меня под боком. Вибрация включена, да? Я, знаете, даже трудно не поглядывать. Ну, то есть, если ты вот сейчас тебе позвонят и скажут, лети, ты все бросишь здесь и побежишь? Да, вы меня должны будете простить. Мы с удовольствием. Нет, я нет. Ну, вот я недавно, кстати, смотрел твой сюжет в рамках специального корреспондента, где ты делала сюжет о стокгольмском синдроме и даже встречалась с человеком, собственно, который и, как это правильно, стал отцом этого, что ли, этой фразы, этого термина, потому что это вот, который захватил заложников. Это ты сама находила вот эту тему, как у тебя работала? То есть, я напомню, что там один террорист захватил в Швеции заложников, которые впоследствии стали его защищать. Вот оттуда и пошел вот этот термин стокгольмский синдром. Да, слушайте, это безумно интересная тема, на самом деле, одна из самых захватывающих, которые мы снимали в этом году, и это была редкая удача. То есть, мне иногда так везет, я даже не понимаю, почему, за что мне вселенную, как мне вселенную благодарить, потому что мы приехали в магазин, здание, где был захвачен, там 40 лет назад там находился банк, сейчас в центре Стокгольма, в этом месте магазин модной одежды. Мы туда пришли, чтобы записать интервью с директором магазина, потому что они сохранили все детали того времени, дверь в банковское хранилище, это теперь дверь в подсобное помещение в магазине, и значит, мы заходим туда, записываем интервью, и смотрим, какой-то старикашечка заходит тоже с группой журналистов, и мы слово за слово, и оказывается, что это тот самый человек, который 40 лет назад захватил там банк, он сейчас живет где-то за границей, по-моему, в Таиланде, если я не ошибаюсь, продает машины, и это, мне кажется, единственный случай, когда террорист, захвативший заложников, отсидел свой, по-моему, 10 лет, если я не ошибаюсь, вышел на свободу, и он очень гордится тем, что теперь он живет спокойной жизнью, вот он такой пенсионер, и приехал в Швецию судиться из-за того, что пенсию ему там не доплачивают. Вот, я забыла вопрос. — Вопрос был у Родионовка. — Да, и ты, ну и как дальше развивались сады? — Мы послушались. — Да, ты как бы к нему подошла, или что? — А, да, мы к нему, мы были с... — Собственно, вопрос был о рождении этого сюжета. — Да, да, мы к нему подошли, и говорим, слушайте, дядечка, мы ради вас сюда приехали, будьте так милы. И он сначала там насупился чего-то, что вы здесь делаете, потом, но у человека еще, знаете, у него вот это вот какое-то такое тщеславие, хоть он такой старикашечка уже, но оно в нем живо, и ему было так приятно, мне кажется, что... — Так это основное событие в его жизни, конечно. — Да, что русские ради него приехали, и он в деталях начинает рассказывать, гораздо круче, чем описано в каком-то, какой-то книжке об этом событии, про то, как он захватывал заложников, что им двигало, как даже словечки, знаете, какие-то детали, то есть он написывал в каком-то тарантиновском боевике, и это было. Он водил нас в это помещение, рассказал, их там в итоге освобождали, полицейские пускали туда газ, причем тогда не было еще каких-то, какого-то опыта по захвату заложников, по освобождению заложников в Швеции в тот момент, и мы как-то собрали разные мнения журналистов, которые там работали, причем там одна из историй была очень смешная, которую рассказывал нам шведский журналист о том, как они работали, что в то время, во-первых, выбирали Улафа Пальмы, были очень какие-то жесткие выборы, король был при смерти, и тут, значит, какой-то неизвестный захватывает банк. — То есть беда одна не приходит. — Да, им говорят, что тут же все забыли про эти выборы, и тут же забыли про болезнь короля, увлеклись, именно тогда в Швеции появилась вот эта практика вести прямые эфиры, причем забавно, мы всегда считаем, что вот Европа, они как там все происходит, как чинные, благородные, говорят, нам так повезло, нам начальник говорит, слушайте, у нас есть определенный фонд денег, который мы можем потратить на смерть короля, там СБ называется, и мы все эти деньги туда списали, и он нам рассказал, как они ходили булочки, ели в перерывах с радостью. — То есть деньги на черный день короля были потрачены на прямые эфиры? — Екатерина Зорина у нас в студии, пожалуйста, только что был звонок, я видела, ну, давайте, а, вот есть, наденем наушники. — Доброе утро, господи Зорина. — Здравствуйте. — А вот у меня к вам такой вопрос, вот на российском канале есть такой бывший корреспондент, и начинал тоже он с молодежных программ, это Борис Корчевников, и вот сейчас ведущий. — Да, знаю такого. — А вот если бы вам сделали бы предложение вот такое, скажем, вести какую-то передачу, такую знаменитую и очень громкую, вы бы согласились бы? И второй маленький вопрос. У вас есть табу, в котором вы никогда не будете снимать сюжет или делать о ком-то что-то? Ну, вы поняли, да? — Да. — Я поняла, да. Вопрос очень интересный, кстати. — Про первый сначала. — А первый, я иногда в душе мечтаю вести какую-нибудь передачу про дом и быт. — То есть квартирный вопрос — Я бы с удовольствием, я прямо мечтаю. А второе, по поводу табу, я бы не поехала, если бы меня попросили снимать похороны сейчас. Я не могу залезть уже в душу. То есть мне кажется... — Ты имеешь в виду с этих событий? — Да, например. — Да, я понимала, что... — То есть когда родственники попросили не снимать, если бы тебе поступило такое предложение? — Я бы не поехала. — Еще звонок, пожалуйста. Слушаем вас. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Вы знаете, не мог не дозвониться, очень старался, и, слава богу, получилось. Екатерина хотела сказать, вы знаете, простите, это не фамильярность. Если это... Ну, поймите, да, Катенька, спасибо вам за ваш голос. Я, к сожалению, не могу вас видеть. Вот. Но я благодарен вам искренне за вашу душевность. Душевность, душевность, душевность. И вы большой профессионал. И спасибо вам именно за это. — Ой, спасибо вам огромное. Знаете, как приятно слышать. — Нет, 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 нет. Честно, честно, потому что, простите, у меня жену зовут Катя, и у меня это имя очень-очень-очень-очень близкое. Ну и, конечно, чтобы не занимать эфир, простите, но вы очень большое солнышко. Вот. И вопрос, мой вопрос. Скажите, вам бы хотелось отобразить какой-нибудь образ в театре, и кого бы вы сыграли из постановок? Ну, классический, конечно. Благодарю вас. И держитесь, вы солнышко, умничка, и простите, обнимаю вас. — Спасибо большое. — Нам тоже очень приятно это слышать. Мы согласны, кстати. — Ну, об образах. Часто вот актеры, вот есть даже такое некое такое неформальное противостояние в телевидении актеры и журналисты. Вот как за счет актеров? — Я вот сейчас, кстати, задумалась. Мне вот в детстве все время хотелось быть очень смешной. Ну, то есть, мне кажется, что я бы, может быть, в театре не сыграла, а в каком-нибудь детской постановке, ну, типа, «Пеппи, длинный чулок», вот это мое, ха-ха-ха, хи-хи-хи. — Но никогда в принципе не думала там об актерской коллекции. — Ой, не-не-не-не, я не умею. — Расскажи про Сноудена, как ты его ловила? — А это тоже была забавная история. Ловили же его все. — Конечно. — Ну, то есть, весь мир ловил, и мне позвонили с работы, и говорят, «Кать, слушай, у тебя паспорт гражданки Латвии, то есть нужно сходить в транзитную зону и попытаться его там найти». Я говорю, «Ну, давайте, че уж там». — Ну, и как это было дальше? — Да, мы купили, я купила билет «Рига-Берлин» со длинной стыковкой в Москве, и в интернете забронировала гостиницу, которая, капсульный отель, тот самый, где говорили, где он якобы находится. — Ставшим. Капсульный отель весь мир узнал именно благодаря Эдварда Столдену. — Я до сих пор, когда его вижу, у меня он, Эдик… — Здесь жил Эдвард, так, подписано, ножом. — И, ну, соответственно, я прилетела и пошла, и пошла искать. Там такая система, что ты бронируешь эту гостиницу, но бронируешь ее, там два этих капсульных отеля, один находится в транзитной зоне, один снаружи. И тут мне опять как-то, что называется, поперла. Я пришла туда и говорю, знаете, у меня забронировано. А в это время все вещали о том, что никто туда не может зайти. Но это была уже какая-то такая накатанная история о том, что что ходить, если так понятно, что мы ничего не снимем. Я, значит, с айфоном туда отправилась снимать, и девушка на ресепшене говорит, я говорю, вот у нас, у меня гостиница забронирована рядышком, вне зоны транзитной. Она такая, вы не хотите здесь у нас поселиться? Я говорю, очень хочу. Вот так я туда попала, но мне кажется, в какой-то момент они поняли, каким гнусным делом я там занимаюсь. То есть ты попала тогда, ну, они не знали, что ты журналист, да? Ну, я думаю, что нет. Причем я когда зашла, у них в холле висел телевизор с каналом, включенным Россия 24. Я думаю, надо отсюда смотаться побыстрее, пока этот сюжет в эфир не вышел. Ну, а вообще узнаваемость, как у тебя с ней? Ну, ты достаточно узнаваем, даже когда я там на работе, в той же Москве, там РИА Новости работает, там показывает Катя Зорина, там, планы, я помню, как раз в Ньюсруме, главным и так далее. Мне кажется, что в Латвии у людей просто менталитет другой. Даже если меня узнают, я этого не замечаю. Если кто-то узнает, я, например, могу встретиться в какой-то компании с людьми, с которыми меня знакомят, и только через какое-то время они говорят, что да, мы видели тебя по телевизору. А есть кто совершенно не знает и знать не хочет. А вот в России, наверное, узнают, ну, по крайней мере, мне об этом часто говорят. Ну, какой-то такой, знаете, как говорят, а, за руки хватают. Нет такого, да? Нет, нет, конечно. И мне кажется, я помню, когда я сделала свой какой-то первый или второй сюжет, помните, была вот эта история с русскими школьниками и первые митинги протеста против реформы образования. И мы, значит, приходим туда, а я сделала буквально к тому моменту два сюжета. И ко мне подходят две маленькие девочки и говорят, мы вас видели по телевизору, вы не могли бы нам автограф дать? А мне так стыдно стало. Я думаю, господи, девочки, зачем вам это? Я им говорю, зачем вам мой автограф? А не надо. А им, видимо, нужно было надо, ну, потому что любого человека, кого они видели. И я такая, я не дам. Не потому что, а потому что мне, ну, с какой стать? Ну, кто я такая, чтобы раздавать автографы? И я как сейчас помню, что я бегала бегом по парку. Не боюсь, подумали, что ты наоборот звезда такая, которая не хочет. Ну, я, мне кажется, довольно стеснительный в жизни человек. То есть ты бивала себе цену, а она не дает автограф. Я говорю, что девочки так могли подумать. Количество девочек росло в геометрической прогрессии. Не, не, больше так как-то. Еще звонок, Катя. Пожалуйста, слушаю вас, здравствуйте. Извините, я второй раз звоню, я хотела бы Кате спросить вас, скажите, кто вам из российских журналистов на российском телевидении больше сформулирует как профессионал? У меня есть мой коллега, любимый и прекрасный, Евгений Попов, который был нашим корреспондентом в Нью-Йорке, а сейчас он ведет на «России-24» программу «Вести в 23». Мне даже скрывать нечего. Да, еще звонок, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте, говорите. Да, слушайте. Здравствуйте. Слушаем. Эфир? Да, да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел к нашей госпоже один маленький вопрос задать. Вот, допустим, трагедия в Армении была, так, когда Горбачев это было посеку, он продолжал переговоры. А как вот сравнить с президентом нашим Берзиншем? Спасибо. Наверное, речь идет о Максиме. Давайте, мне трудно судить, я еще, мне кажется, крошкой была в то время, а вот про Берзинша, кстати, чем больше я на него смотрю, тем больше я его уважаю. Это, наверное, первый президент нашей страны, в который я искренне рада, что он президент Латвии. Ну, а тебе приходилось брать интервью у него для российского телевидения? Приходилось. И мне как раз, я его уважаю за то, что, во-первых, и на русский язык он переходит, и даже когда это не совсем складно и ровно получается, он не отказывается. Я уважаю его за его попытки, за его искренность и за его какое-то стремление. Даже если, говорят там, да все политики, марионетки в чьих-то руках, но вот эта последовательность действий, она мне нравится. Кать, дочка понимает твой образ жизни? Понимает. Мне кажется, что последняя моя командировка перед родами были три недели в Польше, и мне всем казалось, что когда она родится, она заговорится на польском языке. А сейчас она уже как в Простоквашино, о, наша мама и тут, и там показывает, когда я откуда-нибудь пришла. А ты в декрет уходила? Нет. Не уходила в декрет, да? Я перед тем, как она родилась, на месяц ушла, а точнее, я ушла в отпуск за три дня до родов, но это надо отдать должное моей работе, я, наверное, последний месяц перед родами бумажки перекладывала и особо не напрягалась, а потом после родов через месяц пошла работать. Куда тебя сразу отправили? Я была в Брюсселе, как сейчас помню, но не помню, что мы делали. И каково это было, вот учитывая, что месяц, совсем кружка там еще, а ты уже в Брюсселе? Ну, вряд ли с ребенком на руках, хотя я не удивлюсь, если чем. А у меня тылы надежные. Ну, все равно, как мама, наверное, нервничаешь. Я даже сейчас нервничаю, когда об этом говорю, если честно, потому что я вам тут уже тоже за эфиром рассказывала, потому что Соня моя иногда проводит со мной воспитательные беседы, она, так, мама, тебе не кажется, что тебе нужно поменьше работать? Я говорю, кажется, она такая молодец, что ты это понимаешь. То есть, ты не безнадежна. Не безнадежна. Еще звонки, пожалуйста, слушаем вас. Алло, добрый день. Здравствуйте. Я хотел из-за нехватки времени поздравить с 8 марта наступающим, да? Здорово. С Новым годом. Хочу отметить работу журналистов, без них бы мы пропали бы. Так что, это первые люди, вообще-то. Ну, вы Катю, да, поздравили с 8 марта, надеюсь? Не Родионова. Не меня с 8 марта. Спасибо вам большое. Мне-то еще предстоит к этому готовиться. Да, приятно. С 8 марта, с Новым годом. Ты на Новый год тоже ничего не планируешь, да, я так понимаю? Я планирую, но тихо. Ну, а Новый год приходилось в работе встречаться? Нельзя спугнуть. Почти всегда. То есть, как у звезд корпоративы, а у тебя? У меня работа, причем не самая приятная всегда. Это просто моя какая-то жизненная трагедия, потому что где-то, наверное, один раз вот мы просидели на газовой трубе, и Новый год встречали в компании газовщиков. Нас так еще пригласили, говорят, ну пойдемте хотя бы с нами на общую вечеринку какую-то сходим, и то мы оттуда свинтили пораньше, потому что в 5 утра нам нужно было вещать с этой газовой станции. Трубу нельзя без присмотра оставить. Потом один раз была трагедия, когда в Латвии разбился автобус с российскими туристами, и весь Новый год я провела между моргом и больницей. Еще пару раз я была в Польше, то на газовой, то на нефтяной трубе, и вот как-то у меня с Новым годом не складывается, но я очень верю в этот Новый год и жду его. Екатерина Зорина, собственный корреспондент телеканала «Россия» была у нас сегодня в программе «Личное утро». Спасибо всем за вопросы. Кать, спасибо тебе. Мы надеемся, что Новый год тебе удается встретиться с Соней. Будем держать кулаки. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания.